Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я хочу рассказать о разных концепциях, что являются ключевыми причинами создания биткоина, а также их возможное влияние на работу существующих экономик, при условии, если бы эти экономики приняли такую же дефляционную модель поведения. Поехали! Как вы поняли, сегодняшнее видео затронет также и концепции инфляции и дефляции. Оба этих процесса имеют в свои особенности плюсы и минусы, что могут мотивировать экономику работать дефляционно или инфляционно. Давайте начнем с инфляции. Это как раз та самая экономика, в которой мы с вами варимся. Если вы уже сложившаяся личность, почетный член общества, то наверняка вам уже немало лет, и вы помните, что сходить в кинотеатр лет 30 назад обходилось гораздо дешевле, чем сейчас. Что-то около 25 центов на то время, а сейчас это стоило бы долларов 10. На самом деле, более точно цену назвать не могу, так как в последний раз в кино я ходил года 4 назад. Сейчас наверняка будет еще дороже. Это, ребята, замечательный пример инфляции. По большей части цены растут не потому, что товары приобретают большую ценность, а потому что денежная эмиссия постоянно ведет к увеличению денежной базы. Прочнее говоря, денежное предложение увеличивается, что приводит к ослаблению любой фиатной валюты. Самый основной минус – это обесценивание денег по отношению ко всему. Концепция инфляции хороша для средств обмена и денежных инструментов, но плоха для средств сбережения. Например, та же гиперинфляция в Венесуэле. Если бы вы жили там и владели бы венесуэльскими боливарами, держу пари, вы бы хотели от них избавиться как можно быстрее, купив все, что угодно. Вы бы точно не хотели хранить эти боливары у себя под подушкой. Это яркая инфляционная модель, заставляющая людей тратить деньги, а не копить. Это повышает ликвидность экономики, что в свою очередь не дает замедлиться экономической активности. Это как раз то, что нужно государству. И как раз поэтому многие экономисты негативно отзываются о дефляции. Приведя в пример Великую депрессию, когда вдруг в результате ограниченности денежной массы возникла сильнейшая дефляция, которая вылилась в банкротство предприятий, невозврат кредитов и прочую финансовую нестабильность. В общем, тогда дефляция явно не пошла на пользу для экономики. На самом деле, инфляция также хороша и для создания конкуренции, например, экспорта и импорта, в глобальной торговле и даже между национальными валютами. Это какая-то новая гонка, только не вооружений, а инфляций. Какая-то гонка на дно, если хотите. Ну да ладно, это я уже начинаю глубоко копать, это тема не этого видео, поэтому если вы хотите узнать об инфляции и дефляции больше, читайте книги таких людей, как Фридрик Август фон Хайек, Милтон Фридман и Мюррей Ротбард. А теперь к главному вопросу. Почему Сатоши Накамото, создавая биткоин, выбрал все-таки дефляционную модель его существования? Модель эта выражается не только ограниченным денежным предложением, но и уменьшающимся вознаграждением за созданные блоки. Как вы знаете, майнеры получают вознаграждение за создание блоков. Каждые 4 года эта награда уменьшается вдвое. Так будет продолжаться до тех пор, пока все монеты биткоина не будут добыты. После чего новых биткоинов больше никогда не будет. Это яркая дефляционная концепция. И это делает биткоин хорошим средством сбережения, но не средством обмена. А значит биткоин можно рассматривать долгосрочным инвестиционным инструментом. Мы же не хотим тратить то, что в будущем будет оцениваться во много раз больше, правда? Вот, кстати, еще причины, почему экономисты ненавидят биткоин. Конечно же я говорю об идеальном случае, а не о медвежьем рынке, когда все рушится, падает и хочет умереть. Всякое может быть, поэтому не воспринимайте это как финансовый совет. Итак, концепция криптовалют эпична. Они не замечают государственных границ, дают возможность контролировать собственные средства, лишают необходимости доверять третьим лицам при операциях с деньгами. Все прекрасно, децентрализовано и красиво. Но на самом деле не все криптовалюты заточены на дефляционной модели, как биткоин. Есть монеты и инфляционного типа, например, те, которые работают на консенсусе Proof of Stake. Но по итогу главной первоначальной целью криптовалюты была именно дефляция. Выступать в качестве средства сбережения. Поэтому в идеале такая монета должна только приобретать ценность. Это, кстати, тоже достойно отдельного видео, поэтому я, наверное, все-таки сниму еще ролик о том, как все это проанализировать и сделать правильный выбор. Поэтому, ребята, если вы инвестируете в монеты инфляционного типа и собираетесь держать их как средство сбережения, задумайтесь, возможно, это не самая лучшая стратегия для этой монетки. Собственно, если вы хотите разобраться в этой теме поглубже, а именно в истории денег, инфляции, дефляции, золотого стандарта и биткоин-стандарта, рекомендую почитать такие книги. История денежного обращения банковского дела в США. Мюррей Ротборд. Монетарная история США. Милтон Фридман. Чудовище с острова Джекил. Эдвард Гриффин. И, конечно же, книга «Биткоин-стандарт». Децентрализованная альтернатива банковскому делу. Написал экономист Сейвдин Амос. А меня зовут Богатей Шиди. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ставьте лайки и дизлайки. Комментируйте. И не забывайте, что ссылки на все мои ресурсы находятся в описании под видео. Как обычно. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!